здравствуйте уважаемые коллеги рад представить вам систему горизонт меня зовут сергей левчук я начальник отдела информационных технологий один из разработчиков этой системы система создавалась с учетом накопленного опыта при создании систем лавина у нее типовая архитектура нормы неисправность то есть есть сервер устанавливается на обычном пк вот мне здесь уже вопрос задавали параметры пк обычный маломальский современный персональный компьютер процессор 3000 герц память 4 гигабайта ну что-то вроде этого ядром системы является субэдэ microsoft sql сервер также к серверу могут подключаться устройства для приема и передачи sms горизонт rdr подключаться они могут по юсб либо включаться в общую сеть сервера по ethernet состав кого сервера входит модуль связи арм администратора арм оператора настраивается система очень просто то есть после установки сервера вам не надо что-то особенное делать программа автоматически определить параметры сети считает адреса локальные внешне сохранит их и будет записывать их в прибор когда вы его подключите выглядит это примерно вот так то есть у вас при запуске выйдет вот такая форма здесь будут айпи адреса горизонт rtr подключается также очень просто по нажатию на кнопочку найти у вас выведется список на экран и вам нужно будет отметить галочками нужное устройство и указать им номера телефона все после этого сервер он готов к работе как только вы запустите прибор он сразу начнет принимать извещение и записывать их базу на исправность прибора передает на пульт извещение по сетям tcp айпи и gsm для нас основной сетью является tcp айпи приборы выходят в сеть по вай-фай ethernet gprs что такое сеть tcp айпи это локальные сети предприятия и интернет для нас это основная сеть в случае если даже прибор не может передать извещение на пульт по tcp айпи он передаст его в виде sms sms будет принято одним из наших трансляторов горизонт rtr и также записано sms передаются формате контакт айди я чуть позже расскажу подробнее про объектовые приборы это новые приборы вот вы видите у них знакомые названия гранит вектор вот ну это новые приборы не такие как лавине они отличаются своими характеристиками вот сейчас пока скажу что вот на объекте также еще могут быть установлены айпи камеры которые можно будет просматривать в арм оператора прямо в приложении то есть можно сделать что это будет в отдельном окне в приложении кому-то может быть удобнее вот и вся эта информация передается пользователям ну стандартная вот здесь у нас как вы видите два для windows это стационарные рабочие места администратора оператора вот системе горизонт мы реализовали веб доступ это дает нам принципиально новые возможности то есть если вот например неисправность что такое стационарное за компьютером ну или хотя бы ноутбуком то здесь вы можете организовать доступ к базе данных с любого устройства android с телефона с планшета грубо говоря положить пульт в карман кроме того вот что мы сделали администратор и оператор по веб доступу у нас появилось также рабочее место для владельца объектов то есть человек сможет заходить свой личный веб кабинет и редактировать параметры объекта не все конечно настройки прибора он не сможет редактировать вот но добавить новых сотрудников указать им телефоны добавить ключи удалить ключи но такая поседневная рутинная работа вот она может быть им сделано самостоятельно я думаю это понравится сотрудникам чопа потому что это снимет с них существенную часть нагрузки по введению базы вот и ну и кроме того информация также отправляется в мессенджер и в виде смс на телефоны владельцев как вы видите мессенджер они ну существуют в разных операционных системах windows android apple точно также веб доступ может быть организован с любого устройства с любой операционной системы сейчас я расскажу подробнее про прибора приборы серии границ они бывают от 3 до 24 шлифов проводных шлифов у него есть четыре реле опв обратите внимание у него неисправность вай фай то есть это дешевый прибор сравнимый по цене с автономным но может использоваться как пультовый программируется прибор по юсб очень просто подключаете его кабелем компьютеров и программа сразу выведет сообщение что вот появился новый прибор хотите добавить его база вы соглашаетесь и он у вас появляется вы нажимаете кнопку сохранить и он сразу же уходит на связь все очень просто также его можно программировать через вай фай есть приложение специально для android но тоже очень просто запускаете его она показывает вам список приборов которые обнаруживает вы заходите указываете адрес пульта прибор перезагружается и также выходит на связь дальше вы можете его отредактировать ну например в личном кабинете в этот способ удобен для программирования прибора непосредственно на объекте приборы программируются удаленно с пульта у них есть обратный канал выполняются все те же команды постановка снятие запрос состояния управления реле отличие приборов от тех которые есть лавине у нас приборов раздельная постановка зон то есть зоны не объединяются в разделах вы можете вот для ключа назначить любой набор зон который он будет ставить или снимать также есть одно такое отличие существенное можно разделить постановку и снятие то есть вы можете сказать что вот этот ключ только ставит ну равность не очень доверяете какому-то сотруднику он уходит вечером и должен закрыть магазин вы не хотите чтобы он снимал только ставил вот вы можете так сделать также вот прибора есть управление оповещением то есть если оповещение запущено вы можете остановить ну или наоборот допустить и еще у прибора есть сертификат push test к прибору можно подключить коммуникатор ge и плюс к wi-fi у вас появится еще три дополнительных канала связи ethernet ну то есть проводной интернет и две сим-карты через сим вы можете выходить в интернет по технологии gprs либо отправляйте смс-ки в случае если прибор потерял связи у него нету связи с пультом он будет отправлять аварийные смс-ки на пульт прибор серии вектор он по своим настройкам очень похож на прибор гранит но только что гранит проводной а вектор радиоканальный прибор у него 12 зон и 64 датчика ему можно добавить в остальном все то же самое вай фай базовой комплектации программируется также таким же способом удаленное программирование обратный канал раздельная постановка зон ключи постановки и сертификат push test точно также ему можно подключить коммуникатор ge чтобы подключить дополнительные каналы связи следующий прибор это вета 2020 ну это не прибор это неисправность аппаратный пульт объектовый пульт можно так сказать он состоит из объектовых приборов вета 116 панели управления несколько можно добавить и коммуникатор программируется он отдельным конфигуратором вот горизонту подключается он очень легко то есть при добавлении надо указать просто серийный номер этого прибора прибор выйдет на связь и в стартовом пакете передаст всю свою конфигурацию эти приборы они будут добавлены в горизонт каждый как отдельное устройство то есть у прибора может быть до 50 устройств там в том числе 40 это могут быть объектовые приборы вот и каждый этот прибор он будет представлен как отдельное устройство его можно назначить в отдельный объект любой то есть вы можете создать там до 50 объектов и каждый вот этот приборчик отслеживать собственном окошечке у прибора есть обратный канал у него также раздельная постановка зон с программированием я уже сказал у него будет отдельный конфигуратор следующие приборы это сергард и контакт айди но это протоколы вообще так называется у нас по этим протоколам могут передавать приборы дип gsm и экспресс gsm mini программируются они с сайта сибирского арсенала приборчику там отправляется см неисправность куда на какие номера отправлять в каком формате и он начинает отправлять на пульт смс ки в формате контакт айди также этим способом вы можете добавлять приборы сторонних производителей приборы сторонних производителей которые умеют работать с форматом контакта айди или сервер с объектовой частью завершили на сейчас расскажу немножко еще про ретранслятор горизонт ртр как я уже говорил он подключается к серверу напрямую кабелем usb от этого же кабеля он может и питаться либо включается в общую сеть локальную сеть пульта ему может быть установлено дополнительное питание грипп настраивается он автоматически то есть там никаких манипуляций программирования ничего делать не надо когда вы его подключите зайдете вот на эту форму нажмете кнопочку найти и он у вас появится в списке ему надо будет указать только номер телефона и он сразу же начнет работать с культом скорость приема примерно 10 смс в минуту отправка но где-то 3 смс в минуту прибор можно использовать для приема смс от приборов для рассылки пользователям для программирования неисправность например deep gsm и также у него есть еще одна такая опция новая появилась у нас регистрация звонков мы ее используем для того чтобы дать возможность пользователям отправлять команды на прибор с помощью звонка принцип очень простой человеку выдается номер говорят вот если тебе надо объект поставить звони вот на этот номер а если тебе надо снять вот на этот человек звонит горизонт ртр сбрасывает звонок и команда уходит на прибор все просто по поводу приборов я так скажу у нас не планируется создавать принципиально новые типы приборов для этой системы мы считаем что еще существующих приборов и достаточно они покрывают но наверное большую часть потребностей клиентов которые но возникнут при построении системы будет увеличиваться количество шлейфов наверное водится какие-то модификации там дополнительные вот сейчас появился прибор гранит 24 и выйдет уже этой весной неисправность программы система с этим неисправность сейчас я расскажу вам связи как она устроена и так вот начнем с пульта основным каналом связи для нас является локальные сети интернет то есть сети tcp айпи пульт может поддержать до четырех айпи адресов замечу что это могут быть не только вот айпи адреса но это могут быть днс имена что гораздо удобнее суть в том если кто-то не знает днс это как бы псевдоним айпи адреса и если например у вас какие-то сложности с провайдером возникли вы у вас поменялся и пи адрес да вы поменяли провайдера днс имя останется тоже то есть приборы программировать не придется и мы поэтому всем рекомендуем использовать вместо айпи адресов днс и так вот управу на пульте может быть до четырех айпи адресов для приема четыре разных провайдера это могут быть обычные провайдеры там с проводными сетями вы можете купить gsm модем воткнуть его в usb разъем то есть способ подключения к интернету не важен вот на прошлом вебинаре не исправность такой вопрос а можно ли на пульте подключить gps ну конечно можно это просто способ выхода в сеть интернет вы когда подключаете gsm модем по usb свисток как его называют это в общем то есть gps неисправность ну может быть не gps 3g но неважно потом вы можете подключить к пульту неограниченное количество ретрансляторов горизонт ртр как я уже говорил они могут подключаться по usb и через интернет включение в локальную сеть таким образом у нас образуется пул из адресов сервером на которые вот приборы наши могут отправлять свои извещения это айпи адреса и телефонные номера реконсляторов горизонт ртр сами приборы отправляют извещения в сеть tcp по wi-fi ethernet gprs либо отправляет смски как я уже говорил модуль вай файл он поставляется с приборами гранит и вектор в базовой комплектации что делает это очень экономичным решением вай фай сейчас есть наверное везде в каждом доме не думаю что это будет преувеличением вот поэтому если там надежность связи она не настолько важна объект сам не настолько вот прям критично уважен можно обойтись этим ну если качество связи она в приоритете тогда можно подсоединить коммуникатор gf прибор нормы и появится дополнительно еще три канала связи ethernet и две симки это тоже могут быть выходы на разных провайдеров операторов связи не из травмы получаем со стороны пульта 4 ip адреса со стороны прибора 4 различных выхода в интернет 4 на 4 16 вариантов доставки извещения на пульт ну это вам на мой взгляд более чем достаточно чтобы прибор потерял связь с пультом там недостаточно чтобы вот один провайдер упал надо чтобы везде полностью упал интернет это и даже в этом случае прибор попытается отправить смс-ку после по сетям gsm то есть это уже не интернет это другие сети может быть она будет работать и это извещение она все-таки уйдет на пульт и будет принято я вот здесь вот еще хочу обратить внимание на способы передачи извещений под gprs gprs это тоже интернет но выход в интернет у него осуществляется через сети gsm то есть это дает дополнительную надежность для канала связи потому что ну провода можно перерезать и даже на электричество может пропасть да там сетевое оборудование перестанет работать но сети gsm продолжит работать и по ним можно будет связываться с пультом и если вы на приборе подключите wi-fi ethernet и обе симки ну можно сказать что надежность связи она будет приближаться к 100 процентов по поводу количества объектовых приборов проводились но испытания на десяти тысячах приборов в базе имитировалась нагрузка аналогично этому количеству приборов не исправность ему работала ну почти месяц практически без отказов причем она не только принимала извещение она и отображала их не исправность извещение был ну примерно такой около 150 пакетов тестовых в секунду и где-то 7-8 событий в секунду все это принималось все это отображалось в армах конечно вот эта цифра 10000 она условная чтобы узнать сколько вот конкретная машина выдержит это надо знать какая у нее производительность и все это надо умножить на интервал тестовых которые вот устанавливается прибор чем больше будет интервал тестовых у приборов тем больше приборов пульт сможет выдержать ну и соответственно чем мощнее машина на которой установлен наш пульт тем она будет производительнее а теперь поговорим как устроен сам пульт его программное обеспечение сообщение принимается модулем связи модуль связи их записывает в базу данных и потом эта информация разными способами подпадает к пользователям через модуль рассылки которые неисправность сообщения в мессенджеры telegram вайбер skype и sms эти мессенджеры они не совсем равноценны в мессенджерах telegram и вайбер можно не только принимать извещение но можно там неисправность там делаются такие кнопочки чуть позже расскажу по сути эти два мессенджерам могут служить таким мини приложением или заменой приложения если кто-то например не хочет себе ставить вот специальное приложение ли у него не android в состав программного обеспечения пульта входят два стационарных арм арм оператора и арм администратора они могут быть установлены на той же машине где установлен модуль связи и база данных а могут быть вынесены на отдельные машины и даже настроить им можно удаленный доступ через интернет они подключаются к базе данных напрямую поэтому вы можете сделать так что подключение будет осуществляться там совсем из другой точки не обязательно на территории охранного предприятия в этой системе мы реализовали веб доступ получать доступ к базе данных могут администраторы операторы и владельцы объектов функционально у них те же самые возможности что и вот администратора и оператора для windows но там есть небольшие отличия сейчас расскажу о них и также реализовали новый арм но веб доступа это владельцы объекта где владельцы могут мониторить свой объект и его редактировать сейчас я расскажу неисправность администратора выглядит он вот так это вот главная форма на что хочу обратить внимание мы учитывая опыт работы с лавиной постарались сделать все как можно проще здесь нет вот этих вот сложных связей что объектом назначается разделы то есть прибор можно поделить на несколько объектов и здесь все проще вот есть объект у объекта есть один и более приборов все отображается вот на одной форме то есть у объекта вы можете настроить имя адрес указать добавить ему приборы которые есть на этом объекте а также указать список рассылки то есть кто будет получать извещение в мессенджер когда на объекты происходит какое-то событие вот здесь вот есть фильтр пособить по событиям извините вы можете его настроить и указать способы связи заходить куда-то чтобы добавить человека не обязательно то есть по нажатию кнопки добавить вы можете сразу ввести нового сотрудника фамилию имя указать его телефоны skype telegram так далее форма прибора она тоже очень простая не надо никуда бегать все что нужно можно отредактировать в одном окне то есть здесь вот есть описательная часть прибора показано его состояние зоны все поля все настройки неисправность неисправность заходить никуда не обязательно ну если надо можно вот так вот открыть формочку отдельно если что-то непонятно допустим название параметры там как он работает здесь вот можно поглядеть все будет написано и добавить ключи ключи добавить можно разными способами через считыватель ввести пароль вручную неизвестный ключ то есть это если на приборе касались ключом пришло события неизвестный ключ и вы вот этот ключ можете добавить назначить ее человеку обращаю внимание что зоны здесь можно указать любые не по разделам то есть для двух разных ключей список зон может пересекаться ну вот так например первая вторая зона будет ставится вот обоими ключами и назначить владельца чтобы добавить прибор ну его достаточно просто подключить по юсб сейчас я его подключу вот программа определила что появился новый прибор и предлагает добавить его базу данных нажимаем ok здесь достаточно просто отметить каналы связи которые вы хотите использовать для прибора указать параметры сети вай фай если вы собираетесь ее использовать для того чтобы он вышел в интернет настроить может быть конфигурацию зон добавить ключи и собственно и все по нажатию кнопки сохранить прибор сразу выйдет на связь с пультом и начнет передавать извещение неисправность эти вещи в конфигурации вы можете отредактировать позже прибор программируется удаленно вы можете это сделать не только в арм администратора можете сделать это с телефона через доступ в личный кабинет администратора я сохранять ничего не буду потому что это рабочая система еще раз это настройки пульта они определяются автоматически прибор при добавлении также определяется автоматически то есть все предельно автоматизировано мы старались сделать систему такую чтобы она заставляла людей как можно меньше ломать голову что и как подключить чтобы по максимуму все работало под plug and play подключил и она работает и мы не собираемся останавливаться на этим если где-то будут возможности что-то улучшить мы этими возможностями воспользуемся теперь я расскажу про арм оператора он внешне очень похож на арм мониторинга который был в лавине сейчас я его запущу выглядит он практически не равна есть у него четыре секции мнема схема карта список объектов справа и внизу лог событий каждая вот эта секция она может выводиться в отдельное окно или быть скрыто настраивается это вот так то есть если мы имеем два монитора для оператора и хотим например мнема схему или карту вывести в отдельном окне вот здесь мы тут это указываем и она вот появилась в отдельном окошечке мы ее можем куда-то там задвинуть на другой экран здесь она вот исчезла сейчас я это верну обратно мнема схема она также может быть двух видов стандартная как мы привыкли в лавине то есть каждый вот этот квадратик это объект который показывает состояние зон неисправности его и состояние нормы а можем вывести это все в детальном виде вот так когда будет показан объект прибор и зоны каждый вот этот квадратик это зона какая-то показывается поставлена она сейчас или снята или может быть у нее есть какая-то неисправность это может быть удобно для небольших чопов у которых там ну буквально там пару десятков объектов либо для систем собственные охраны корпоративные системы неисправность когда сами себя охраняют у них тоже там немного приборов и они могут состояние делать когда на объекте что-то происходит неисправность 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 видеокамеры может быть неисправность 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 ну и события неисправность неисправность Неисправность. Просто нажимаем, а потом не закрываем, если надо. Что-то у нас тут подвисло. Снят сохран. Хочу обратить внимание, вот у нас для списка объектов и на карте вот здесь вот такие цветные кружочки. Упс. Норма. Такие вот цветные кружочки, это фильтр. Неисправность. Если объектов очень много, мы можем настроить фильтр, чтобы в этом списке показывались только объекты в состоянии пожара, тревога, нет связи или неисправность. То есть вот сидеть, посмотреть на мума схему, когда там что-то изменилось, ну знаете, смысла действительно нет никакого. Неисправность. Наверное, никто так и не делает. Неисправность. Удобнее, когда у вас вот есть какой-то список. Неисправность. Его, кстати, можно отфильтровать, например, по времени прихода событий. Неисправность. И когда на объекте что-то произошло, он появится вверху списка, и вы сразу на это отреагируете. Неисправность. То же самое можно сделать и с картами. Неисправность. Это удобнее, или это делает программу быстрее. Неисправность. Неисправность. Если у вас 10 тысяч объектов, они могут долго перевязываться в этих списках. Ну а так там показывают только то, что нам нужно. Неисправность. Неисправность. Так выглядит армоператор. Неисправность. Здесь на карте, кстати, можно показать пробки, если кому-то надо. Ну, например, если вы хотите отправить опергруппу, померить расстояние, выбрать из карты любой, который вам будет удобнее. Неисправность. 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 Вот, собственно, и всё. Неисправность. Сейчас я вам расскажу про неисправность веб-доступ. Норма. Неисправность. 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 Ах да, чуть не забыл. Неисправность. Самое важное, в общем-то. Неисправность. В армоператора могут отображаться объекты не только горизонта, но и ларины. Неисправность. У них немножко другая форма объекта. Неисправность. Она такая же, как варом мониторинга. Неисправность. Но там всё управляется. Неисправность. То есть зонами можно управлять. Неисправность. Команды прибора отправлять можно. Неисправность. И это всё показывается в одном окноте. Неисправность. Данное будет показать ненастроенность. Неисправность. Выглядеть это будет вот так. Нормально. Неисправность. Неисправность. Здесь будут идти объект от Мезонта. Потом дальше следом будет идти объекты от Вена. Кстати, объекты объекты от въема схеме можно двигать. Можно выделить объекты от Вена. Неисправность. Неисправность. Бывает удобно для тех, кто делит объекты по каким-то категориям. Неисправность. Например, по месторасположению, по приоритетности, вязке к опергруппам, ну так далее. Вариантов много, может быть. Неисправность. Видел такие базы данных учебов, где на ней даже нумерацию такую уходит для объектов специально, чтобы они попадали в какие-то диапазоны. То есть поделены диапазоны, и эти диапазоны у них неисправность. Сейчас вы можете по-возьболе передвинуть куда хотите. Нужную вам группу объектов. И они вот так вот будут отображаться. Неисправность. Разные пульты отображаются не в отдельных вкладках, они будут отображаться в одном отне. Неисправность. Вы можете указать масштаб вот этих квадратиков, которые будут делать здесь. Неисправность. Количество объектов в странице. Неисправность. Мы смотрели, здесь помещается на обычном экране где-то 10 тысяч объектов. Неисправность. Объектик выглядит маленьким, вот таким. Неисправность. Но его видно. То есть если пожар произошел, появится такая красная точка, и она будет развлечима. Неисправность. Не знаю, насколько это будет востребовано при таком количестве объектов рассматривать его схема. Но, по крайней мере, это есть норма. Неисправность. Неисправность. Так выглядит армоператор в веб-доступе. Неисправность. Практически то же самое. Единственное, что мы не стали размещать карту в главном окне, ее можно поглядеть вот здесь. Неисправность. На карточке объекта, когда вы объект нажимаете, он подсвечивает. Пуск оповещения. Пуск оповещения. Пуск оповещения. Пуск оповещения. Пуск оповещения. Пуск оповещения. Неисправность. Здесь веб-оператора можно также отключить мне МАС-схему, оставить, например, одну таблицу. Вообще, мы веб-приложения создавали в расчете на использование на мобильных устройствах с маленьким экраном. И у них интерфейс большей частью заточен именно под маленькие экраны. Поэтому, вот, например, если вы хотите носить пульт в кармане, отслеживать объекты на телефоне, вам, наверное, удобнее будет сделать вот так вот. Оставить одну таблицу. И у вас всегда будет, во-первых, лог событий. Если что-то происходит на объекте, появится событие, будет озвучка включена, которую можно отключить. Нормы. И также этот объект появится вот здесь в списке. Список этот также можно фильтровать по типам состояния, в котором находятся объекты. Ну, либо все показывают, либо те, которые с ними что-то не так, которые не в порядке. И этот список можно фильтровать вот по дате, либо по приоритету тревоги. Ну, то есть, если у вас пожар, они будут всегда вверху в список, даже если пожар был давно. И таким образом вот его использовать. Чтобы зайти в личный кабинет, надо набрать адрес пульта. Этот адрес, его можно поглядеть вот в настройках пульта. Варм-администратор вам определит ваш внешний адрес. При добавлении сотрудника, ему указывается его логин и пароль для доступа в личный кабинет. Сейчас я вот зайду в арм-администратор. Это вот арм-администратора веб. Он интерфейсно не похож на тот, который для Windows. Но суть та же самая. У них одинаковый практически функционал. Объекты, приборы. Все то же самое вы можете у него настроить. Единственное, что через веб-доступ нельзя добавить прибор по USB. То есть, ему можно поменять конфигурацию и записать ее по каналам связи. Но вот так как варм-администратора подключить, и он у вас появится, не получится. У нас такой возможности нет. Ну и в остальном все то же самое. То есть, настраиваете связь, настраиваете зоны и программируете. Следующей версии, которая выйдет вот уже вот этой весной, мы сделаем это немножко удобнее для пользователя. Мы вот эти арм оператора, администратора, хозоргана, мы их поместим в оболочку для Android. То есть, это будет приложение для Android, у которого такой же вот точный интерфейс, как вот здесь. Но удобнее будет пользоваться, потому что не надо будет заходить в браузер, набирать адрес, вводить вот этот логин, пароль. Приложение, оно всегда будет работать. Если это приложение оператора, оно будет активно кричать, выходить на первый план, если там какая-то тревога произошла. То есть, это будет просто удобнее. Но интерфейс будет точно такой же. Мы это сделаем вот этой весной. У нас появится в общей сложности пять рабочих мест. Администратор для Android. Администратор, оператор, хозорган, о котором я уже говорил. И еще два арм инженера и арм опергруппы. Ну, по сути, это будет просто адаптация арм оператора и администратора под конкретные нужды. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот так будет выглядеть арм инженера для Android. То есть, у него можно будет редактировать параметры приборов, объектов. Все как в администраторе. А еще у него будет возможность отредактировать конфигурацию пульта, прибора, извините, через Wi-Fi. Я сейчас расскажу, кстати, как это делается. Вот, в текущей версии. Есть у нас такое приложение, горизонт Wi-Fi Android. Я его упоминал. У него три экранные формы. Вы запускаете приложение. Он начинает обнаружение приборов. Говорит его, как его перевести в режим точки доступа. Вот, вы нажимаете на приборе кнопку Стоп, появляется список приборов, которые приложение обнаружило. Нажимаете на прибор. И для того, чтобы прибор новый, который вы добавляете на пульт, вышел на связь, ему надо указать адрес пульта и параметры сети Wi-Fi, через которые он будет выходить в интернет. Нажимаете Сохранить, и прибор выйдет на связь с пультом. Если этот прибор еще не был добавлен, он добавится автоматически. Добавится он в первый объект, но вы можете указать объект, в который он должен быть добавлен, вот здесь, вот в этом поле. То есть, вы можете удаленно добавлять приборы. Чтобы вот подвести итог всего вышесказанного, мы считаем, что вот новая система обладает следующими качествами. Простота в эксплуатации, экономичность, производительность и универсальность. Сейчас я... Еще раз напомню, почему мы так считаем. Простота. То есть, пульт запускается просто. Никаких особых настроек не надо. Все... Все параметры определяются автоматически. Прибор добавляется тоже просто. Его подключить надо по USB, и он появится у вас в системе, выйдет на связь. Архитектура SPI очень простая. Никаких сложных настроек, сложных связей. Все максимально просто. И у системы много способов управления. То есть, вы можете управлять прибором из мессенджера, если добавите кнопки. Можете управлять из личного кабинета через веб-доступ, ну и из культа. Следующее качество экономичность. ПО бесплатное. Требований по ресурсам никаких особых нет. Обычный персональный компьютер, ну более-менее современный. Приборы в базовой комплектации имеют Wi-Fi. По цене автономного прибора вы покупаете пультовой прибор. Рассылка в мессенджере бесплатная. То есть, система экономичная. Система производительная. У нее может быть до 10 тысяч объектов. Это достаточно много. Ну, наверное, большую часть ЧОПов это покроет. Ну, вряд ли, конечно, те ЧОПы, у которых уже десятки тысяч объектов, сразу пойдут к нашей системе. Но, например, если говорить о лавине, там многие наши пользователи уже давно дошли до предела. И дальше они увеличивать количество объектов не могут. С помощью системы Горизонт мы можем предложить вариант поставить две системы на один компьютер и развивать дальше. Для оператора, например, в этой ситуации ничего не изменится. Он, как вот смотрел на это приложение ARM Monitoring, ну, будет смотреть в ARM оператора. И все объекты будут там. Система производительная. Мы создали новые приборы, которые общаются с пультом по новому протоколу. Там реализованы другие совершенно алгоритмы обработки пакетов приходящих. Мы избавились от коллапсирования культа, когда слишком много пакетов пришло, и он начинает перезапускаться, зависать. То есть система достаточно быстрая и производительная. И последняя. Она универсальная. Мы сделали веб-доступ. Теперь у нас есть возможность выходить на пульт не только вот со стационарных машин с Windows, но с обычного телефона на Android. И это дает нам принципиально новые возможности по организации пульта. То есть мы, например, можем организовать пульт децентрализованный. То есть нету вот там помещения вот этого, где кто-то сидит и вот смотрит на монитор. Оператор, он может там совмещать свои деятельности. Мы, например, можем этот ARM оператора отдать опергруппам. Они будут сами принимать события и сами выезжать, как пример. Это может быть полезно для мелких начинающих ЧОПов, у которых не так много денег, не так много объектов, чтобы снимать помещения, организовывать все вот это. Как я уже говорил, у системы разнообразные способы управления объектовыми приборами. То есть кому как удобно, так и будет это делать. На этом у меня пока все. В следующей части, на следующем вебинаре в пятницу, мы поговорим как раз о вариантах применения системы Горизонт. Как ее можно использовать, какие аргументы можно будет предложить для продвижения системы. А сейчас, если у вас есть вопросы, мы на них ответим. Параметры ПК, чтобы система встала, а то не у всех устанавливается. Ну, я уже говорил, это современный компьютер. 3 ГГц, 4 ГГц памяти, ну и диск 100 ГБ. Вот у нас система испытывается, вот в данный момент, на компьютере с процессороматом. У него 4 ГБ памяти, компьютеру 10 лет. Каких-то вот проблем нет вообще. То есть спокойно работает. Нужно ли доставлять какое-то ПО в Windows для работы Горизонта? Нет, ничего не надо. А все, что нужно для работы Горизонта, есть в установочном пакете. Единственное, что если вы собираетесь смотреть IP-камеры, но не через ARM оператора, а там как-то через веб-доступ, нужно будет поставить плеер в ЛС. Гранит 20. Будет Гранит 24. Мы уже занимаемся его включением в новую версию системы. Он появится этой весной. Наборы зон для ключей могут пересекаться. Да, они могут включать общие зоны. Я это упоминал. 64 радиоустройства или извещателя. 64 радиоустройства. Это могут быть извещатели, либо устройства оповещения, либо устройства управления. То есть это 64 радиоустройства в целом. Как все, как в 116. Так вот спрашивают, все-таки экспресс-мини, а не версия 2. Я уточню в офисе. Экспресс-вариант 2. Тот, который умеет отправлять извещения в формате контакт-ид. Если РТР подключен в локальную сеть, дополнительно нужно подключать ли питание? Да, питание подключать нужно. Это может быть USB, либо RIP. Но с USB тут могут возникнуть сложности. Потому что вообще он требует питания полампера, насколько мне известно. Но не каждый разъем на компьютере способен дать ток такой силы. Передние панели, они часто слабее, чем те разъемы, которые сзади. Поэтому на них может не выдержать. Но если подключить его к разъемам, которые там сзади у компьютера, то этого вполне достаточно будет. Но это не точно. Ну а вообще лучше, конечно, если есть такая возможность, подключить через RIP. Так, есть ли какие-то особенные требования к Wi-Fi роутеру? Никаких требований, тем более особенных к Wi-Fi роутеру нет. Единственное, чтобы он работал. У объектового прибора адрес сервера один, только можно указать. Нет. Ну, сейчас я покажу. Примерно, как это настраивается. Вот, смотрите, прибор. Гранит. Вот, я указываю интерфейсы, которые используются для передачи извещений. Вот, если прийти по кнопочке дополнительно, здесь указаны вот как раз вот эти вот 4 Wi-Fi, Ethernet, GPRS, SIM-1 и SIM-2. Они отправляют все вот, ну это автоматом так подставляют. А может не автоматом, может быть, это так настроили. Но указать адреса можно разные. Вот те адреса, которые вот у вас есть в настройках пульта, вот эти, те можно будет выбрать для доставки извещения. Автоматически, когда вот вы поставили систему и запустили пульт, определяется вот это внешний адрес и адрес локальной сети. Они оба сюда записываются. Но если у вас два и более провайдеров, ну вы можете эти адреса, которые вот вам будут белые, их сюда дописать. Или DNS имена дописать. И, в общем, все, что у вас вот здесь вот есть, вот в этих четырех полях, оно все будет доступно для выбора на форме коммуникатора для отправки. Вот здесь вот берете вот так вот и ставите. Можете менять в любом порядке, то есть как угодно. Ну, как правило, там это не требуется. Там при добавлении прибора вот этот список настраивается автоматически. Он оптимальный, надо просто нажать «Сохранить», и там все будет работать. «При постановке снятия звонком на номер, как быть владельцем нескольких объектов?» Вот сниму. Так, сейчас я объясню. Там система построена вот так. Извините. Чем больше на пульте задействованы ретрансляторы в горизонт РТР, тем больше команд может быть назначено одному пользователю. Там строится все на том, что когда поступает звонок, мы определяем номер звонившего, вот, и на какой номер это поступило. То есть это уникальное вот сочетание вот этих двух номеров, и мы сопоставляем это сочетание какой-то команде, которую назначает администратор. Получается, чем больше горизонт РТР на пульте, тем больше команд может отправить один человек. А что может быть в команде, ну, это уже вот сами определяете. Ну, сейчас я тоже покажу, как это делается. К сожалению, сейчас я не смогу добавить звонок, потому что у меня вот на этом пульте нету РТРов. Ну, там принцип примерно вот такой. То есть выбираете прибор какой-то, указываете тип команды, которые вы хотите сопоставить, вот, и указываете зоны, которые будут там вставить или сниматься. И все. Эти номера вы заносите там в справочник телефона, даете им имена, и при звонке пульт отправит на прибор команду, которую вы сопоставили. Надеюсь, понятно объяснение. Сколько экземпляров ARM-админ может одновременно работать с базой? Ограничений нет каких-то. Ну, понятно, что это нежелательно. Ну, вот изменения они отслеживают. То есть, если вот сейчас вот кто-то параллельно запустит ARM-админа и начнет что-то там менять, у меня вот здесь вот, в моем армии, будут выскакивать сообщения, что вот то-то, то-то изменилось вот таким-то, таким-то пользователем. А вообще, сколько угодно. Почему световая индикация поменялась? У лавины другие цвета. Тревога, постановка, снятие. А почему все неисправные приборы? Ну, индикация поменялась согласно требованиям ГОСТа. По ним пожар должен быть красным. Тревоги охранные, они синие. Неисправности желтые. Потеря связи, она тоже как неисправность желтая, но мы ее сделали чуть более оранжевой. Тоже равновидность желтого. Если там, ну, вот совсем кому-то будет неудобно, ну, можно сделать как лавини, чтобы можно было свет выбирать. Мы будем рассматривать эти предложения и какие-то реализовывать. Ну, а вообще, это дело привычки, знаете. По-моему, разницы особо никакой нет. Ну, на мой взгляд. Гранит S с Wi-Fi можно использовать в автономном режиме. Можно ли использовать в автономном режиме? Не все хозорганы сразу подключаются на пульт. Тем более, пока нет пожарного сертификата. А Гранит S имеет пожарный сертификат. В автономном режиме использовать можно. Вот если вы настроите прибор вот так, а вот здесь вот укажете номера для рассылки SMS, он у вас будет работать как автономный прибор. Он будет только отправлять SMS. Ну, если я ничего не путаю, конечно. Вектор S точно так же работает. Вектор S точно так же работает, да. То есть, по сути, он будет работать как автодозвонный прибор. Отправлять будет SMS на три номера. У него вот здесь вот в настройках связи есть такая табличка. Можно указать рассылку SMS на три номера. Указать типы извещений. Там, тревоги или все события. И еще один номер можно указать для отправки аварийных SMS, когда у него нет связи с пультом. Ну, вот на три номера вы можете настроить рассылку, будет работать как автономный. Через какое устройство происходит передача у VETA 2020? У VETA 2020, вот у нее есть объектовые приборы, контрольные панели, где управлять и смотреть состояние можно в зону. И еще есть коммуникатор. Называется VETA-MK. Они, все эти устройства, в составе системы расположены на одной аппаратной шине. И коммуникатор, ну, когда система стартанула, коммуникатор отправляет список всех устройств на пульт. Я эти устройства проверяю, если их нет, добавляю в базу. Добавляются они в тот же объект, на котором вот добавлен был вот этот коммуникатор VETA-MK. Добавить его просто, вот сейчас покажу. Вот здесь вот. Выбираете объект, добавить, выбираете тип прибора. VETA-MK. Вот так вот. И тут надо просто указать серийный номер вот этого коммуникатора. Когда он выйдет на связь, у вас в этом объекте появится там целый список приборов. Вы каждый потом можете зайти и назначить в нужный объект. Сгруппировать как-то по объектам там или в этом же оставить. Тут уже на выбор. Будет ли кварцесс? Нет, не будет. Я уже говорил, то есть у нас вот определен вот список приборов. Проводной гранит, радиоканальный вектор, аппаратный пульт VETA и всяческие там гипы, экспрессы, сторонние приборы, которые подключаются по контакт ID. Мы считаем этого достаточно, чтобы покрыть вот все потребности там клиентов при построении культовой системы. Единственное, что, ну, может быть, количество шлейфов будет увеличиваться у приборов, или какие-то настройки, может быть, будут добавляться. Но вот этот состав, он будет, ну, скорее всего, неизменным, насколько мне известно. Можно ли организовать горизонт в уже установленный VETA 2020? Ну, вообще, вот сейчас нет, да, потому что, ну, пока что это устройство, оно, мы его поддержали, но оно не выпускается. и там еще не все готово. Может быть, если там поменять прошивку и добавить туда коммуникатор, VETA МК, может быть, и возможно будет сделать. Ну, я не знаю. Вот на этот вопрос я не могу ответить пока. VETA МК 2020. Можно поподробнее. Ну, я вот все, что знал по этой системе, я вам рассказал. Ну, если вопросов больше нету, тогда завершим сейчас наш вебинар и в пятницу рассмотрим вопросы применения этой системы. У нас вообще большие планы на нее. Мы хотим не просто там вернуться на рынок частных охранных предприятий. Мы считаем, что систему можно использовать для охраны мелкого бизнеса, среднего бизнеса и даже частных домовладений. И вот все вот эти вопросы мы подробненько рассмотрим. А сейчас попрощаемся. До свидания. Спасибо за внимание. Сергей Коконич. Все, так, теперь вот здесь надо выйти. Завершить пока слойду. Так, как-то свернуть. Так, где у нас вот этот захват видео? А где-то, а вот он. И�. А где-то, и imports.